Рубенс вообще был не только художником, он был дипломатом, он выполнял различные дипломатические и политические миссии. Правители его отправляли для того, чтобы согласовать какие-то взаимоотношения, переговоры и так далее. Поэтому он очень был известным как политик и считали, что это дипломат, который балуется живописью. И мы его сейчас рассматриваем как гениального живописца, но наряду с тем у него очень много было достоинств, которые он имел, был полезен. Рубенс обладал очень быстрой такой вот манерой письма. Его работы, они знаете, такие какие-то жизнеутверждающие, это объем, это форма, это динамика, очень сильная динамика. Ну и задача у барокко была такая, показать динамику, движение, жизнь. И Рубенс тот, который брал и античные сюжеты, и работы великих мастеров Возрождения. И он умело это синтезировал и проносил через себя, и вкладывая свой элемент видения в это дело, да, у него получались совершенно новые композиции. Он искусно писал тело, если вы когда-то встречали выражение «рубенсовские женщины», это об этом. Рубенс, к сожалению, тоже первая супруга его умерла, и второй раз он женился на молодой девушке, 16-летней девушке. Он мог работать в технике а-ля прима, это одно касание. Он зашел на холст, начал работу и завершил ее. Многие, конечно, сомневались в том, он ли это писал, или может быть это целая, скажем, армия помощников, которые ему помогали отображать на полотнах сюжеты. Но был такой один момент в истории, когда Рубенс поехал в очередную дипломатическую миссию к королю, к Карлу V, и там он был 10 дней. И находясь на территории, скажем, на другой территории, он был один. И решил взять кисти в руки и написать в подарок королю работу. И он взял большой холст, очень больших размеров, и за 10-12 дней он один написал холст, тем самым подтверждая свою, скажем, такую творческую трудоспособность, и то, что он действительно мог это делать сам, и при этом ему никто не понадобился. Вот такой был Рубенс. Рубенс.